На встречу с городским головой пришли социально активные и небезразличные люди. Это подтверждает реакция зала на каждую реплику городского головы. Так, например, информацию о том, что круглосуточное водоснабжение для Макеевки реальность, главное, чтобы оплата населения была стопроцентной, люди полностью поддержали. Однако на практике потребители со своими обязанностями не справляются. Полгода держалась гвардейка, за исключением восточного микрорайона. Оплата составляла и 100, и 110, то есть гасили и столги. Полгода мы работали, по истечении полгода сползли. 70% оплаты район начал получать в году по графику. Встреча с городским головой уже по традиции прошла в режиме вопрос-ответ. Жители присылали записки с самыми разнообразными проблемами. Интересует макеевчан состояние транспорта и дорог, темы здравоохранения и экологии. Но чаще всего жаловались на изношенность жилищно-коммунального хозяйства. Мэр не скрывал, действительно, эта отрасль в Макеевке сейчас на грани фола. Ведь в прошлом году город выживал своими силами. Предыдущее правительство не выделило на ремонт ни копейки. У нас, к сожалению, была, есть и будет оставаться еще не один год, не десяток лет. Приоритет – это, конечно, отрасль жилищно-коммунального хозяйства. Вот в этом я абсолютно однозначен. Вот когда мы получим уже закон о бюджете, вот те вопросы, которые я от людей получил, это будет как раз основа формирования всех наших планов или хотя бы сопоставления, что думали мы и что думают люди. Актуальной была и тема мусора. Горожане жаловались на засоренность дворов и переулков. Но в райадминистрации говорят, что чистота в первую очередь зависит от самих жителей, а потом уже от властей. Центр города все-таки – это лицо нашего города. И менталитет наших людей заключается в том, что стоит рядом урна, они не могут попасть в урну. Хаять руководство города о том, что вот, посмотрите, там не убрано и там не убрано, может каждый. А выйти и внести свой вклад, какую-то лепту в уборку этого города – это уже сложновато. Город за этот год изменился в лучшую сторону. Это заметили многие. Цветущие клумбы, новые детские площадки, уютные дворы для Макеевки – реальность. Но проблем еще достаточно. Ну, после весны, после кризиса, надо все восстанавливать. Конечно, город надо поддерживать. И это все в наших силах. Мне понравилось, как наша отвечает голова. Очень хорошо. Молодец, хорошо, так доступно. И на поставленный вопрос в записке сразу же и был ответ. Борисова поднимай, водоканал, горгазы, всех поднимал. Сразу решение вопроса и на оперативке доложить. Вот это и читаю оперативность Мальцева. Эта встреча мэра с макеевчанами уже пятая. За две недели Александр Мальцев выслушал несколько сотен вопросов от горожан. Мэр не обещал, что все проблемы будут решены в кратчайшие сроки. Но гарантировал, ни одна не останется без внимания. Отчитавшись о том, что уже сделано, мэр, само собой, заглянул в будущее. Ведь проблемы макеевчан нужно решать и в этом, и в следующем году. Но для этого нужна не только сильная воля власти, но и поддержка самих горожан. Ольга Шилкина, Руслан Новиков, Панорама.